Кстати, моде на парижском жаргоне означает проклятой судьбой. Полное его имя Амадео Кламенте Едидя. Здравствуйте, дорогие любители искусства! Приветствую вас на нашем канале ProArt. Последний истинный представитель монмартерской богемы. Он прожил жизнь похожую на драму. 35 лет поиска себя, отчаяния, увлечения гашишем и алкоголизм. Иногда кажется, что его эпатажное поведение или любовные истории звучали куда громче, чем его полотна. Он всегда стоял в стороне от узнаваемых модных течений. Его творчество в какой-то степени это явление уникальное. К сожалению, о жизни этого художника сохранилось очень мало документальных свидетельств. Его не понимали, не ценили и, соответственно, о нем не так много писали. Как это часто бывает, известность пришла к нему посмертно. А сегодня его картины стоят миллионы. Это был «Звездный мальчик», для которого реальность просто не существовала. Писал о нем известный меценат и коллекционер 20 века Леополит Сборовский. Знакомьтесь, итальянский художник и скульптор. Независимый и непризнанный. Амадео Модильяни. Не забывайте ставить лайки и делиться видео с вашими друзьями. Мы от всей души благодарим всех тех, кто финансово поддерживает наш канал. Для нас это очень важно, потому что только так мы можем снимать для вас новые выпуски. Амадео Модильяни родился в Ливорно в июле 1984 года. Отец его знаменитый итальянский живописец с еврейскими корнями. Модильяни – еврей. Именно так представлялся художник незнакомцем и никогда не стеснялся своего происхождения. Подобное выражение даже стало своего рода визитной карточкой художника. Когда мальчику было несколько лет от рода, отца настигло банкротство и заботы о воспитании и содержании детей взяла на себя мать. Она была родом из Марселя, преподавала французский язык и зарабатывала переводами. Считается, что именно романтическая натура матери оказала огромное влияние на мировоззрение юного Модильяни. Ее дневник, который она начала вести вскоре после его рождения, является одним из немногих документальных источников о жизни художника. Именно по материнской линии, согласно Смирному преданию, род их восходил к святому Франциску Асистскому, католическому святому учредителю ордена францисканцев. Для общего образования в живописи святой Франциск изображается в коричневой монашеской рясе под поясанной веревкой с тремя узлами, символами трех данных им обетов – бедности, целомудрия и послушания, и имеющим стигматы – раны Христа на ладонях, ступнях и под ребром. Но это, собственно, другая история. В возрасте 11 лет Модельяне заболел плевритом, потом брюшиным тифом, который в то время считался неизлечимым заболеванием. Это стало поворотной точкой в его жизни. По рассказам его матери, в приступе лихорадки он бредил шедеврами итальянских мастеров, а также распознал свое предназначение в качестве художника. После выздоровления он бросил школу, и когда ему исполнилось 14, его отдали на обучение к местному художнику Гульельму Микеле. Амадео был самым младшим среди учеников своего наставника, но сразу же нашел свой путь. Главным направлением его творчества стал портрет. Модельяне провел детство и юность в Италии. Согласитесь, что все в этой стране располагает к изучению искусства. Он начал интересоваться античностью, потом эпохой возрождения, что очень помогло ему в дальнейшем развитии и во многом повлияло на его восприятие реальности. Весной 1901 года Модельяне последовал со своим другом Оскаром Гилья во Флоренцию. Они дружили, несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, и во Флоренцию они поступили в свободную школу живописи, живописи обнаженной натуры, где он обучался мастерству у художника Джованни Фатори. Именно в тот период он начал посещать флорентийские музеи и церкви, изучать восхищавшее его искусство Ренессанса. Начитанный модел был невероятным. Он хорошо знал классическую литературу, историю, часами мог читать по памяти стихи. Достоевского очень любил ниша, знал наизусть Данте. Вместе с тем, искусство родной Италии и прежде всего рисунки Боттичелли, живопись Кричента и виртуозно сложная графика манеристов на всю жизнь остались источниками его вдохновения. Через год, в 1903 году Модельяне вновь последовал за своим другом, на этот раз в Венецию. Они поступили в Венецианский институт изящных искусств, продолжая при этом изучение работ старых мастеров. На венецианских биеннале 1903 и 1905 годов Модельяне познакомился с работами французских импрессионистов, со скульптурами Родена и примерами живописи символизма. Считается, что именно в Венеции он пристрастился к гашишу и начал принимать участие в спиритических сеансах. В 1906 году Амадеус с финансовой помощью матери перебирается в Париж, ставший столицей искусств эти годы. Это был город, о котором он мечтал уже много лет, так как надеялся найти понимание и стимул к творчеству в среде парижских богемных художников. Публика в то время увлекалась кубизмом, поэтому работы, выставлявшиеся Модельяне на продажу, не пользовались спросом. Первые месяцы он проводил в парижских музеях и церквях, пропадал в Лувре. Поначалу он жил в очень комфортабельном отеле на престижном правом берегу, так как считал, что это соответствует его социальному положению. Однако вскоре снял студию на Монмартре и начал посещать занятия в очень эксцентричной академии Колораси. В то же время Модельяне познакомился с Моррисом Уитрелло, с которым они остались друзьями на всю жизнь. Тогда он сошелся с поэтом Максом Жакобом, которого потом неоднократно писал, и с Пабло Пикассо, который проживал поблизости от него в Бату-Лавуар. Кстати, если вы не смотрели наш выпуск о Пикассо, обязательно посмотрите. Несмотря на свое неважное здоровье, Модельяне принимал активное участие в шумной жизни Монмартра. Наш Модельяне, или Моди, как его называют, был типичным и вместе с тем очень талантливым представителем богемного Монмартра. Скорее даже он был последним истинным представителем богема. Кстати, Моди на парижском жаргоне означает проклятой судьбой. Что тут скрывать? Жизнь в Париже была ему не по карману. Излюбленный маменькин сынок не умел зарабатывать деньги, а тех, что ему присылали, понятно, не хватало на бурные развлечения. Иногда он даже оставлял свои произведения в квартирах, когда был вынужден уходить из очередного пристанища, так как он не мог оплатить квартиру. Его друг писал, что Модельяне голодал, пил, глотал зернышки гашиша, но объяснялось это вовсе не любовью к распутству или к искусственному раю. Ему вовсе не хотелось голодать, и он не искал мученичества. Может быть, больше других он был создан для счастья. Конечно, он мог бы писать портреты или модные пейзажи или натюрморты, которые бы нравились критикам и заказчикам. Тогда у него были бы деньги и хорошая мастерская признания, но Модельяне не умел ни лгать, ни приспосабливаться. Все встречавшиеся с ним знали, что он был очень прямым и очень гордым, и это было причиной его неудачи. Весной 1907 года Модельяне поселился в особняке, который сдавал молодым художникам доктор Поле Александр. Молодой врач стал первым покровителем Модельяне. Их дружба продлилась 7 лет. Александр покупал рисунки и картины Модельяне, и в его коллекции оказались таким образом 25 живописных и 450 графических работ. Также Александр организовал для Модельяне заказы на крупные портреты. Уже через год после переезда в Париж Модельяне дебютировал на осеннем салоне. Спустя год по настоянию Поля он выставил там 5 своих работ, среди которых был портрет еврейки, велончелист. В эти годы Модельяне выработал собственный стиль. Его работы остались без внимания, потому что в моде, как я уже сказала, был кубизм. Кстати, по поводу его стиля. Не зря Амадеу называют художником парижской школы, потому как за время проживания в Париже он испытал влияние других художников, живших там. Гогена, Тулус Латрека, Сезанна, Пикассо, Ренуара. В его творчестве присутствуют отголоски примитивного искусства, а скульптуры создавались, конечно, под влиянием модной в то время африканской пластики. Формально Модельяне называют экспрессионистом, но, собственно, от экспрессионизма в нем только эмоциональность и некоторая экзистенциальная тревога, которая характерна для всех его картин. Модельяне имел свой собственный уникальный авторский стиль. Двухмерные изображения, удлиненные головы, персонажи длинные, лебединые шеи. Изображаемые им люди, кажется, вместо лица имеют какую-то плоскую маску за пустыми глазницами, которой должна скрываться душа. Человек – вот, что меня интересует. Человеческое лицо – наивысшее создание природы, говорил он. И для него это был неисчерпаемый источник вдохновения – лица. Никогда не делая портретов на заказ, художник писал только людей, судьбы которых он хорошо знал. Чтобы увидеть индивидуальность портретируемого в лицах масках, конечно, надо всматриваться. Вот в эти миндалевидные равнодушные глаза вы попробуйте по возможности провести перед его картиной больше 30 секунд. Может быть, вам что-то откроется? Многие обвиняют его работой в излишнем пессимизме. Он часто изображал детей и подростков с меланхоличной грустью на лице. Яркими примерами таких работ, например, стали портрет девочки, девочка в голубом, маленький человек. Вообще, модельяние – это целый мир, который порой стоит многих миров. И в отличие от портретистов предшествующих эпох, он никогда не создавал живописного зеркала. Характерно, что, работая всегда с натуры, он не столько срисовывал черты лица, сколько сверял их со своим внутренним видением человека. Мне, например, нравится его работа в стиле ню, где женщины естественные. Они не идеальные красотки, а живые женщины с телами, лишенными совершенства. И тем самым они очень привлекательны, по-своему грациозны, а главное – пьянящи, сексуальны. Все его работы ню написаны яркими, насыщенными красками. Светло-золотые, ржевато-красные, темно-коричневые. Эти цвета уже сами по себе несут заряд эротики. Помимо картин, он создал огромное количество графики в стиле ню. Позданные с одного раза без исправлений, эти рисунки впечатляют энергией и образной законченностью и точностью формы. В 1909 году Модильяни переехал в ателье на Монпарнасе. Он познакомился с румынским скульптором Константином Брынкуше или же Константином Бранкузи, который впоследствии оказал на Амадео огромное влияние. Скульптуры Модильяни имеют много общего с африканским искусством, но ни в коем случае не являются его копией. Это некое авторское переосмысление этого особого этнического стиля. Лица его статуи просты и предельно стилизованы, при этом они удивительным образом сохраняют индивидуальность. Грубовато простые, но выразительные формы очень привлекали Амадео. Из-за отсутствия денег на материалы Модильяни крадет песчаник и дерево настройках. Увлечение этим направлением искусства ему пришлось оставить из-за болезни легких. Однако с 1909 в 1914 год в течение целых пяти лет он занимался в основной скульптурой. Как и на полотнах, так и в скульптурах основным мотивом Модильяни является человек. Других жанров или же предметов Амадео не признавал. Весной 2010 года он познакомился с 20-летней русской поэтессой Анной Ахматовой. Анна была на пять лет моложе Амадео. Их история стала одним из самых громких романов, о котором общество узнало много-много лет позже. У него была голова антиноя с глазами золотыми искрами. Он был совершенно не похож ни на кого на свете. Взаимное притяжение, возникшее между ними, сопровождалось созданием портретов поэтессы, которая приехала в Париж не одна, а со своим супругом Николаем Гумилевым. Амадео создал несколько полотен, вдохновившись эксцентричным образом Анны. И среди них были наброски обнаженной натуры, хотя Ахматова отрицала, что они писали с нее. Большая часть изображений поэтессы была утрачена при отправке в Россию. Но один портрет она любовно хранила долгие годы. В 1914 году разразилась Первая мировая война. Модильяне, вопреки его желанию, не взяли на военную службу ввиду плохого здоровья. Поэтому он провел военные годы вместе с небольшой группой художников, оставшихся в Париже. Ими были Пикассо, Хуан Гри, Хаим Сутин, Моисей Кислинг. В те годы они постоянно посещали кафе Ротондо на Монфорнасе. В июле 1914 года Модильяне познакомился с талантливой и эксцентричной англичанкой Беатрис Гастингс, которая уже успела попробовать себя и на поприще цирковой артистки, и журналистки, и поэтессы, и путешественницы. Беатрис стала спутницей Амадео, его музой и излюбленной моделью. Он посвятил ей целых 14 портретов. Связь с Беатрис продлилась более двух лет. В 15-м году Модильяне переехал вместе с Беатрис на улицу Норвай на Монмартре, где он писал портреты своих друзей Пикассо, Сутина и прочих знаменитостей. Именно эти портреты сделали Модильяне одной из центральных фигур парижской богемы. Через Кислинга он познакомился с польским поэтом и меценатом Леопольдом Зборовским, который взял художника под свое крыло. Он поселил подопечного в своей квартире, давал ему деньги на карманные расходы и оплачивал материалы. По заказу Зборовского в 16-м и 17-м годах были написаны около 30 полотен в жанре ню. А в 17-м году была открыта выставка работ Модильяне в галерее Берте Вэль. Она была артиллером и организатором единственной скандальной персональной выставки Модильяне при жизни. Галерея располагалась напротив полицейского участка. И стражи закона, возмущенные видом выставленных ню Модильяне, заставили его закрыть экспозицию всего лишь через несколько часов после открытия. В апреле 17-го года 32-летний Модильяне встретил любовь всей своей жизни – 19-летнюю Жанну Эбютерн, студентку Академии Колораси. Жанна стала основной моделью художника. Модильяне изобразил ее на полотнах не менее 25 раз. Чувствам влюбленных не мешали протесты родителей девушки, которые не хотели, чтобы дочь стала женой какого-то нищего художника, ведущего разгульный образ жизни. Через некоторое время они начали жить вместе. И в 18-м году вместе с супругами Зборовскими и Сутиным покинули Париж из-за угрозы вторжения немецких войск. Они отправились на юг Франции. Куда же еще? В этот период Модильяне вернулся к жанру портрета. Готовые полотна он отправлял на продажу в Париж. Местный климат был очень полезен для его слабого здоровья. Но последние стадии туберкулеза, к сожалению, не поддавались лечению. У влюбленных появилась дочь. Благодаря Зборовскому работы Модильяне выставлялись не только в Париже, но и в Лондоне, где получали восхищенные отклики. В мае 19-го года художник вернулся в Париж, принял участие в осеннем салоне. Узнав о повторной беременности Жанны, пара решила обручиться. Однако свадьба так и не состоялась, потому что Модильяне совсем разболелся. И в конце концов он умер в 1919 году от туберкулеза. Он скончался в больнице для бездомных. В тот момент его возлюбленная, которая ждала второго ребенка, была в очень глубокой депрессии. Не желая жить без Модильяне, днем позже она покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна пятого этажа. Она находилась на девятом месяце беременности. Смерть Модильяне и Жанны потрясла весь Париж. Его провожали в последний путь многочисленные друзья. Двухлетнюю старшую их дочку взяла к себе во Флоренцию сестра Моди Маргарита. Малышка выросла и стала писательницей. Ее книга об отце «Человек и миф» интересна чрезвычайно. А Жанну похоронили на маленьком кладбище за городом. И лишь спустя 10 лет семья Бютерн дала разрешение перенести ее прах в могилу Модильяне. Спустя два года после кончины Модео его работы резко взлетели в цене, а самого мастера начали называть великим. В 2004 году вдохновленной биографией художника режиссер Майкл Дэвис снял биографический фильм о жизни и творчестве Модильяне, который я вам рекомендую к просмотру. А в мае 2018 года картина художника «Лежащая обнаженная» выставили на торгах Сотбис в Нью-Йорке и продали за рекордную сумму в 150 миллионов долларов. У нас сегодня получился несколько печальный выпуск, но тем не менее напишите в комментариях, как вы относитесь к творчеству Модильяне. Считаете ли вы его великим художником или вам ближе его работы, связанные с культурой? С удовольствием послушаю ваше мнение по этому поводу. И до встречи! Остаемся с вами на канале ProArt.